Приветствую друзья! Сегодня поговорим про токарно-винторезный станок, созданный в единичном экземпляре в Австралии, Фрэнком Паром. Станок позиционируется как самодельный, однако рассматривая его поближе, можно заметить, что у инженера был однозначно доступ к станкостроительному цеху. Станок размерами в 115 на 610 мм, несмотря на совершенно привычную конструкцию на первый взгляд, имел довольно интересные конструктивные особенности. Хорошо продуманный дизайн, токарный станок также демонстрирует прекрасные качества сборки и замечательное внимание к деталям. Основанная на популярном стиле, используемом многими английскими производителями небольших токарных станков, станина с плоской вершиной и V-образной кромкой под углом 60 градусов имела зазор, тщательно рассчитанный для обеспечения максимально возможной производительности и минимизации, насколько это возможно, манипуляции навешивания трехкулачкового патрона на шпиндель. Бабка была оснащена подшипниками скольжения, закрепленными двумя болтами с крышками и смазываемыми капельно-подаваемыми масленками. Имела традиционную компоновку с задним расположением задней передачи с передаточным отношением 4 к 1 на эсцентриковом валу, а шпиндель был оснащен четырехступенчатым шкивом для кленового ремня А-образного сечения. Привод осуществлялся от аккуратного чугунного блока контрвала. Ремень натягивался рычагом, работающим против кулачка. Использовался двухскоростной с раздельными фазами двигатель, работающий на 1440 и 960 оборотов в минуту, что в сочетании с задней передачей давало 12 скоростей вращения шпинделя 50, 70, 80, 90, 100, 120 и до 900 оборотов в минуту. Примечательно, что все движущиеся части, редукторы, сменные колеса и ременная передача были защищены аккуратными, плотно прилегающими друг к другу литыми алюминиевыми кожухами. Нарезка винтов осуществлялась с помощью сменных колес, привод которых проходил через механизм реверса к сдвоенным ведущим винтам. Шестерни удерживались на вильчатом кронштейне, зажатом на месте рычагом, который позволял быстро и легко переставлять их при необходимости изменения передаточного числа. Причина использования двух ведущих винтов не ясна, но поскольку они были соединены зубчатой передачей и работали в противоположных направлениях, то при необходимости изменить направление реза, вместо того, чтобы останавливать токарный станок и включать рычаг переключения, можно было не выключать станок и просто включить соответствующий рычаг с зажимной гайкой на фартуке. Комбинированный узел суппорта обычной конструкции имел поперечный суппорт с Т-образным пазом, внешний конец винта подачи которого находился в удлинительной трубке, похожей на болт боксворда. Конструкция позволяла пропустить суппорт над ним и таким образом увеличить ход при фрезеровании. Малая продольная подача могла поворачиваться на 360 градусов, ее удерживали толкающие винты, воздействующие на перевернутый конус. Гибкие планки на поперечных и верхних салазках были обычного типа, регулируемые толкающими винтами, но седло регулировалось на станине коническим типом. Не самая простая вещь для обработки и получения точного результата. Каждый ползун был снабжен удобным рычажным замком, штоки которого были зазубрены по всей длине для облегчения захвата жирными пальцами. На торце бабки был закреплен длинный упор каретки с микрометрической регулировкой. Однако, несмотря на аккуратную установку, его расположение означало, что в отличие от зажима на станине, был полезен только при работе относительно близко к патрону и не мог быть переставлен, чтобы помочь при обработке на заднем конце станины. Довольно интересным является привод насоса охлаждающей жидкости с фрикционным диском, вращающимся под прямым углом к торцу пластины, установленной на конце шпинделя контрвала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok